Это наша душевная боль, это наши мечты, которые мы теперь похоронили. Самовражался каждый по-своему. Одни держали черные воздушные шары, другие плакаты с лозунгами. Каждый молвил о своем, но многие сходились в одном. Пора перейти от слов к делу. В парке Петрова собрались около ста возмущенных казанцев, один из которых предприниматель Юрий Лобойко. Вкладчик Татфенбанка отчаян настолько, что готов стоять с плакатом каждую неделю, пока не решится его главная проблема. У нас был расчетный счет, и на счету были деньги, мы их отбрали поставщику, и поставщик их не получил. В итоге мы два месяца буквально без зарплаты, и народ страдает. Поднимали казанцы нерешенные вопросы, касающиеся долгостроев. Так, например, Разиль Карамов вынужден снимать квартиру вместо того, чтобы уже заехать в свою. И таких, как он, несколько десятков. Это просто абсурдная ситуация, но никто реально помочь нам не может. Коснулись митингующие темы планируемого строительства мусоросжигательного завода в Самосырово. Противники его открытия в Казани считают, что воздействие токсичных веществ будет неизбежным. Несмотря на то, что авторы проекта гарантируют экологическую безопасность. Мы предлагаем альтернативную технологию. То есть вообще отказаться от технологии сжигания мусора. А использовать биотехнологии по переработке органических отходов. То есть получаем биогаз, метан и удобрения для сельского хозяйства. Напомним, мусоросжигательный завод должен появиться в Казани через 6 лет в рамках нацпроекта «Чистая страна», утвержденного правительством России. Таким образом, в городе будет исключено полигонное захоронение мусора. Люди не верят в работу мощных фильтров. Их пугает возврат инвестиционных средств за счет горожан. Данная технология предусматривает введение зеленого тарифа. То есть энергия, полученная в результате мусоросжигания, в 9 раз выше ее стоимость. Энергии, полученной от тепловых договоров поставки мощности. И все эти деньги, вся эта стоимость ляжет на плечи потребителей. Нет счастливого конца в истории с переносом газопровода в поселке Салмач. Еще около 300 семей возводили дома и узнали о запретной зоне только после строительства коттеджей. Вердикт многочисленных судов – сносить постройки. Тут уже не стоит вопрос, может находиться эта труба или нет. Тут стоит вопрос, как бы, если взорвется труба, что будет. А вопрос, а вынести трубы в судах вообще не стоит. Они не хотят рассматривать даже такое, не слышат просто. Сегодняшний митинг не станет последним. Подобные собрания казанцы намерены проводить регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова